Кто-то за нами подглядывает там Ты чего, Анютка, встаёшь, блин? У Курского вокзала Сидит такая заряжённая Анют, помаши маме ручкой Давай, вылезай, пошли гулять Опа! У Курского вокзала И как там поётся? Смотришь, ты такая Ну и пустите меня Ну и пустите Ребята, всем привет! Новый влог, наконец-то У меня давненько ничего не выходило здесь Почему? Потому что я решила в этом году делать актуальный контент И лучше я не буду какое-то время что-то выпускать, например, на YouTube Но у меня, допустим, будет что-то актуальное выходить, допустим, в Stories, в Telegram И на Рутюбе Кстати, я хотела тоже сразу в начале влога об этом сказать У меня на Рутюбе целых два видоса вышло классных Первое видео мы с Кариной там болтаем про фигуру после родов, воспитания То, что надо больше доверять ребёнка родным А не только вот самой постоянно вот этой вот мамочка-сумосящая, которая никому не даёт своего малыша Так вот, мы с Кариной болтаем по поводу фигуры после родов Есть живот, нет живота, какие-то упражнения, которые нужно делать Также отмечаем с родителями Рождество Очень часто я получаю вопросы по поводу прикорма Ани Как мы начали, что мы вообще решили давать есть, с чего начать Это тоже в этом видео, так что посмотрите нарезку Я уверена, что это видео вам понравится Вообще оно классное, и там уже очень много просмотров, кстати Я сейчас иду встречаться с Кариной У Анюточки будет первый раз в её жизни прикорм Привет! Мама, например, на меня жутко злится Говорит прямо, что я и я же мать У нас шашлык, курица, салаты Тусываемся на кухне, бабушка Кормить ребёнка грудью полгода, это прям супер Семья полношников Я не могу отдаваться ребёнку каждую секунду Типа реально отдохнувшая просто от роли мамы Три месяца Анютки исполнилось, и у меня волосы как посыпались Заготовимся, накрываем на стол Нашей малышке Шесть месяцев до наступающего Ой, увидела её лицо Такой у нас стол шикарный Чтобы была всегда почаще с нами Свежий воздух так влияет, либо у нас в Москве у него может аллергия вообще не на еду Я в этом влоге покажу вам несколько классных новинок, распаковок Этот влог получается у меня немножко такой домашний Но я просто поняла, что у меня накопилось столько всего Что я лучше сниму один такой типа домашний, около домашний влог Где всё вам покажу Мы ещё вечером пойдём на прогулку с Анюткой Зайдём, я думаю, в ресторан или в кафе Сейчас полшестого, я начинаю сегодня поздно У меня сегодня, честно, начало дня не особо сильно прям задалось Вот, хотя, так тоже сказать неправильно Потому что в начале дня мы с Анюткой получали массаж по очереди Гимнастику Я не могу с этого малыша Смеюсь с тебя Смеюсь с тебя Ань, что ты там сидишь? Вылезай Вылезай Ух ты Ты как-то повыше стала Ты что там делаешь? Сегодня у нас дома была уборка Я перестала гладить вещи Потому что раз в неделю к нам приходят Я просто всё собираю, что надо погладить Нам гладят Это безумно удобно Потому что я, к сожалению, больше не обладаю таким большим количеством свободного времени Хотя с другой стороны как посмотреть Может быть и к счастью Если честно, даже не знаю, с какой распаковки я сегодня начну Распаковка Вот с этой Мне очень сильно хотелось в этом году улучшить качество своего контента В плане просто качества там камеру поменять, звук, что был Хотя сейчас я снимаю, получается, без звука Ерунда какая-то Я ещё не научилась Я только на этом В начале своём пути Но я купила новую камеру И сделаю вам сейчас на неё обзор Ну, может, чуть-чуть попозже Потому что я в ней пока ещё не сильно разбираюсь Она у меня стоит на зарядке Я хочу часть влога снимать на свою старую камеру Canon G7X Она вот такая вот Это, по-моему, Mark III У нас две такие камеры дома И мне постоянно пишут, что качество не очень Что-то там фокус Ну, реально меня достала эта камера И я думала купить такую же, только новую Ну, типа, знаете, это такая, как будто бы немножко подуставшая Но я поняла, что надо просто другую камеру И, собственно говоря, ещё у меня появилось большое количество классных детских вещей Вообще у нас много изменений в жизни Но если вы подписаны на меня в запрещеночке То вы как бы всё знаете Я довольно-таки очень активно сейчас веду свою страницу Там в сторис каждый день выхожу Прям показываю себя без макияжа С разных углов, ракурсов Так что обязательно подпишитесь Что я хочу сделать? Положить ребёнка Хотя мне так удобно с ней Наши недавние покупки просто крэйзи Мы потратили действительно очень-очень много денег Во-первых, купили камеру, которая стоит 100 с чем-то тысяч Ну, типа, 105, что ли, что-то такое Ну, короче, 100 тысяч стоит камера Слава заказал ещё звук Который тоже вышел что-то там больше 30 тысяч Вот такой гинозавр Вот этот свет, который стоит Который я вам показывала в прошлом влоге Он, по-моему, не сильно дорогой Мне кажется, до 20 даже тысяч Это ещё не всё, девочки Мы купили ещё один увлажнитель-очиститель воздуха в квартиру Да, растраты у нас такие прям сумасшедшие были Я разобрала свой гардероб Я думаю, что есть ещё что-то, от чего я могла бы избавиться Отдать кому-то Не надо писать по поводу того, типа, отдай мне вещи, отправь Потому что у меня всегда есть кому отдавать Я отдаю обычно родственникам, знакомым ближайшим Вот, потому что как-то я пробовала отдавать свои вещи кому-то из подписчиков И как бы это грустно ни звучало, это оказалось очень неблагодарное занятие Потому что некоторые люди просто жёстко тратили моё время И в итоге было такое ощущение, что это я заставляю кого-то забрать мои вещи Ну, короче, мне это не надо, у меня нет столько времени Поэтому у меня всегда есть кому отдать Это просто так, ремарочка, так скажем Так вот, я разобрала свой шкаф Вот, посмотрите, фотку, сколько вещей я собрала И оставила только то, что мне вот реально как бы нравится И то есть что-то, что под вопросом, что я не ношу Но надеюсь начать носить Все свои старые джинсы тоже собрала, отдала Потому что я перестала надеяться, что я в них влезу Потому что прошло уже полгода Мой таз до сих пор широкий Я не думаю, что когда-то он сильно прям станет меньше И я не уверена, что я похудею до XS Не потому что я там поставила себе плохие какие-то цели Ну, или не могу прийти к цели похудеть до XS А просто потому что мне это реально не нужно Я больше не хочу весить там 48 или 52, например Ну, то есть мне 55-56 было бы супер Сейчас я вешу, кстати, я давно не взвешивалась Но последний раз, когда взвешивалась, была 58 Вот, но при этом все равно у меня еще не идеальная фигура, конечно Ну, ничего Из-за интересностей, которые касаются Анютки Она начала ползать и присаживаться Но не так, что прям садиться А такое... Не знаю, она что-то, кстати, давно не делала Она сейчас больше по приколу ей ползать стала Еще у нее какой-то очень тяжелый период, потому что последние 4... Ну, не считая сегодняшнюю ночь Мы сегодня хорошо спали Тьфу-тьфу, чтоб так было всегда А вот предыдущие дня 4, наверное Ну, вообще трэш Она просыпается в 6 утра, плачет Прямо вот орет Ну, я даже не знаю, как бы с чем это связано Как будто бы... Не знаю, ее кто-то сильно напугал Она не может успокоиться Ну, то есть что-то вообще непонятное И она руки в рот сует, как будто зубы Но, например, верхние десна у нее абсолютно не опухшие А вот как раз-таки те, которые внизу рядом с теми зубками, которые же вылезли Там трэш Но зубы-то верхние следующие должны быть Через неделю есть 7 месяцев Время летит просто трэш Мы до сих пор на ГВ И, конечно, у нас прикорм, но идет все у нас очень, если честно Не вау в плане прикорма Это грустненько Я думаю, что... Я не хочу говорить, что я, типа, какая-то не очень хорошая мама Потому что я считаю, что я хорошая мама для своего ребенка И в любом случае в какой-то момент она будет много всего разного есть А сейчас я просто не вижу сильно смысла, знаете, компостировать свой мозг Что вот я там, бывает, пропускаю какие-то моменты, когда я могла бы ей дать прикорм Чтобы она к этому привыкала Из-за этого она не привыкает Просто каждый раз, когда я ей что-то даю Только если это яблочко вкусное, она рот открывает Она все остальное не хочет, ну, воротит носом Я понимаю, что многое ей, во-первых, невкусное, если сравнивать с молоком мамином Оно сладкое Вот, кстати, я попробовала свое молоко Но я попробовала его не так, что, типа, выпил Я делала ей кашу гречневую Именно кашу, которая, ну, типа, не гречка Вот И делала на своем молоке Я всегда перед тем, как Ане дать что-то съесть, сама пробую И мне пришлось попробовать эту кашу И было очень вкусно, сладенько Я подумала, может, это из-за каши Потом я как-то сделала на воде ради интереса И это было вообще отвратительно, никак Поэтому, делая вывод, у меня сладкое, вкусное молочко И будь я Анюткой, я бы тоже лучше хотела это съесть А не брокколи вонючие Потому что брокколи, это просто вот реально блевота Если честно, мне даже не хочется это давать ребенку Хотя я понимаю, что это как бы полезно Если говорить по поводу приготовления еды для ребенка Я пока ничего не готовила Пока не даем никакие кусочки Потому что я считаю, что пока рано Да и... Ну, нет, мы единственное, что давали ей банан Морковку давали Хотя не уверена, что морковку, типа, можно Но она нормально ее съела Я думаю, тут же главное, чтобы не было у ребенка никаких аллергий В целом, она уже много чего пробовала Если говорить даже про пюрешки Ну, мне кажется, все, чуть ли не все виды пюре, наверное, она уже попробовала Я записываю в телефон, кстати, что ей даю О, я даже перестала в какой-то момент записывать Короче, надо будет потихоньку уже что-то новое добавлять Я болтала с Кариной как-то на эту тему И она сказала, что у Монтика Ну, вот где-то в 7 месяцев такой прям суперинтерес появился к еде Ну, пищевой Поэтому я, в принципе, не так уж сильно как-то из-за этого переживаю Будет слетить своим чередом В любом случае, ребенок в какой-то момент начнет полноценно нормально питаться Так же, как мы все В целом, я думаю, что у нас все норм Анютка у нас уже не привязана к каким-то коврам Что в этом уже сильного смысла нет Но все равно я всегда стараюсь ее держать на ковре Потому что переживаю за мою пуговку Да переживаю, мама тебя так любит Ой, какой хорошенький Топ, топ, топает малыш Покажи, как ты топаешь Иди Иди сюда У меня сейчас аккумулятор сядет Ну, я поменяю на новый Короче, по-пластунски Анютка так и не стала ползать у нас И я думаю, что уже и не будет Потому что какой прикол Мы вам покажем обязательно в этом влоге, как Анютка ползать научилась Очень много времени мы проводим здесь на кухне И даже я заказала еще один коврик Вот такой Потому что такие большие коврики за собой по квартире таскать Ну, это просто трэш Здесь у нас плитка лежит И один раз Аня как раз из позы, когда пыталась сидеть Упала назад И прям головой вот сюда Так что Ну, как бы, не дай бог Если бы это была плитка Было бы действительно очень больно Некоторые мамочки мне начали писать Что нужно наоборот Чтобы ребенок ударялся Потому что тогда он научится Как-то это Собираться Группироваться Ну, вот она здесь один раз упала Вот так И она уже когда назад В какой-то раз вот так вот тоже падала Она уже голову как бы приподняла в момент падения И вот я свою нюху Иди, ползи Что там интересного? Посмотри, сколько всего Иди, давай Ползи, ползи Ползи туда, ползи Ползи туда, ползи Так что я считаю, что лучше постелить коврик Так будет намного спокойней Девчонки, дерюсь с вами Интересным таким моментом Я думала, что я об этом рассказала у себя на Рутюбе Про то, что пришли месячные У меня первые месячные уже были И я там поделилась Рассказывала, записывала, по крайней мере, фрагмент О том, насколько они болезненные И я не знаю, почему Я была уверена, что это есть во влоге Но оказалось, что этого нет Либо вырезала Люба Либо, может, в файл не отправился Но я реально записывала Поделюсь в этом влоге Поскольку на Рутюбе оказалось, что у меня этого во влоге нет Давай, давай Пока, пока Пока, пока Пока, пока, пока Вот из такой позы она садится Но пока она делает человека-паука Она очень любит этот бубен, кстати В прошлом влоге, по-моему, я его показывала Она его прям реально любит Иди, скорее, бери бубен Давай, скорее, бери бубен Вот как за бубеном мы бежим Давай, давай Вот так, вот так Умница Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики Потому что мы ее на пол не кладем 24 на север Слыхала, Анют? Какие там критики сидят Специалисты диванные Ух, какой миленький Ну что делаешь? Так, ребят, поскольку Анютка уже хочет спать Мычит, уже вся извелась Мы сейчас пойдем гулять, чтобы она спала в кроватке И я быстро сделаю вам Обзор на новую камеру Мы заказали камеру DJI Osmo Osmo Пакет Пакет 3 Да, мы заказали такой целый большой комплект Сюда получается входит сама А как выключить, отключить? Вытянуть просто? Не-не-не, ты что? На кнопку надо нажать Тут так все сложно Короче, получается в комплект Входит вот такая камера Еще идет в комплект Аккумулятор И еще вкрутить вот такие вот ножки можно Ну типа штатив, но как бы, блин Мой штатив на Canon мне больше нравится Потому что я его всегда держу Даже не знаю Получается здесь я смогу вот так держать А там я держала вот так вот И камера на меня У этой камеры очень крутая хорошая стабилизация Поэтому ничего не должно трястись Есть такой формат Типа широкоугольный Ну типа фишай Также сюда в комплекте идет микрофон Который когда ты подключаешь Ну там кнопочку нажимаешь Он сразу же синхронизируется с камерой То есть звук сразу должен быть топ То есть не надо вообще голову свою ломать Что-то там записывать на диктофон Или отдельно какие-то настройки Как мы, помнили? Как мне объяснилось, слава Просто включаешь И он сразу идет с классным звуком Вот Можно снимать вертикально, горизонтально Вот так вот хоп Повернул И он выключился Почему-то Короче, я пока не сильно разбираюсь Потому что я эту камеру Можно сказать, в руках держу второй раз Первый раз я просто так посмотрела Ага, клево И дальше там разбирался слава Еще к этой камере есть приложение Которое мы успешно Мне даже не надо было скачивать Оно у меня уже было Когда-то Но я так поняла Что те, у кого этого приложения не было Скачать его не смогут Потому что, видимо, его убрали из App Store Ну, короче И в этом приложении Можно тоже соединиться с этой камерой И видеть на телефоне В большом экране Что ты снимаешь Там где-то Может таймеры, не таймеры Это еще тоже все Предстоит узнать Разузнать Но вот эта камера сейчас Такой хит Можно сказать Блогерская камера То, что, наверное Ну, такое прям в тренде Вот так скажу В тренде Вот так все это выглядит Вот такой миленький Классный микрофончик Так вот все присоединяется Есть вот такой чехол Для камеры Чтобы, ну, видимо Можно было удобно переносить И вот такая еще сумка Там какая-то инструкция Получается, вот так все это дело выглядит Так мы поворачиваем на себя Вот она я Как-то здесь вот так поворачивается экран И вот так снимает Здесь супер-пупер стабилизация Так что вообще никаких проблем не должно быть Вот, тут много разных фишек Качество можно настраивать Ну, как я сказала, я пока еще разбираюсь Тут есть джойстик Который можно тоже управлять Вот так вот Куда хочешь Повернуть камеру Видите, она сама такая Опа Супер-пупер стабилизация, конечно Прям с такой камерой Я считаю, надо на это На аттракционах кататься Так что сейчас я перейду На эту новенькую камеру Мне самой очень интересно посмотреть Какая будет разница И вообще обязательно тоже Напишите в комментариях Как вам понравится больше Меняем камеру Вот я уже снимаю на новую камеру Пока разобралась по ключе Чуть с ума не сошла Короче, все Посмотрю потом сама На эффект До и после Уже установила штатив Там Анютка вся обнылась Так что мы побежали гулять Я еще решила подключить микрофон И посмотреть, как будет с микрофоном Очень любопытно Так что ладно, все Мы пошли собираться Так, мы нарядились Как всегда Как бомжи Вилочка дома остается Чтоб в комментариях написали Какие мы плохие хозяева И не берем собаку на улицу Ой Интересно это тестировать Вот так вот я прицепила микрофон Не знаю, смогу ли я всегда Вспоминать про то, что надо Одеть микрофон Но надеюсь, что да Что меня уже бесит в этой камере Что каждый раз, когда я включаю У меня постоянно выскакивают Какие-то уведомления То, типа, у вас флешка Низкая скорость А откуда я возьму Высокую скорость Мы вышли гулять Это знаете, когда первый раз Как будто взял руки Камеру и вообще Блогер в первый раз Типа какую-то херню Говоришь, вот мы вышли Такая у тебя палка в руке Да, неудобно, если честно Для руки Ты как полицейский, типа Депсник Будешь тормозить Не, ну тут зато ширик И можно руку так сильно Не вытягивать А вообще вот так вот снимать Подожди, а у тебя Ты поставила эту Ширик? Линзу Нет Откуда у меня линза? Ты мне ее дал в руки? Я же ничего не могу так Я же как бабка, блин Понятно, тебе надо все Подожди, а куда мы идем? Здрасте Я не хочу туда Там не было Цезаря Нам надо погулять, чтобы Анютка уснула Анютка? Спи давай Мы можем пойти туда Куда? В сторону мы И зачем нам туда идти? Гулять А есть Нам еще поесть надо Интересно посмотреть, как он звук записывает Ну, в смысле, картинку И вообще, когда переключаешь камеру Столько любопытного Может, он вообще ни хрена не запишет Потому что он мне говорит, что у меня Этот Флешка с медленной скоростью Интересно Там сюда поставить линзу Можно прицепить И будет чуть-чуть шире Более фишайная съемка Но она и так сейчас тут, считай Фишай Снимает у меня 1080 60 кадров в секунду Но можно еще больше 4К 120 кадров Это все звучит очень клево Типа про 4К Но мне кажется, бессмысленно Потому что Когда выгружаешь видос Он все равно какого-то хрена Не в очень хорошем качестве Либо это портится к качеству на рендере Да? Надо и рендерить правильно Надо рендерить правильно И сама площадка Типа, ну, YouTube ProTube, они же у них там кодеки внутри Они сжимают И нельзя больше определить Больше там сколько-то гигов Нам нужно укачать Анютку И спать Ее укачать А самим пойти есть У меня мозг сегодня просто в шоке Но Сегодня я реально Хоть поспала Мне даже сны какие-то снились А до этого 3 дня Я просто, мне кажется, зомби была Я еще позавчера, по-моему Да? Или вчера Я снималась в подкасте У Луизы Луизы, которая с Майл Студио Кто вдруг не в курсе, мне кажется, знает Но на всякий случай Зачем-то говорю Вот Снималась у нее в подкасте Она решила запустить тоже Свою рубрику, так сказать С определенной тематикой А не просто обо всем болтаем Вот Ну, как бы прикольно Мне кажется Вот прям так интересно поболтали Я рассказывала то, о чем обычно Ни с кем не болтаю Ни во влогах не болтаю Короче, поболтали на такую интересную тему Про финансы Про заработок Луиза у меня спрашивала Что бы я делала, если бы не блогинг И вообще По поводу Каких-то доходов Ну, то есть Довольно-таки интересная тема Которую обычно я, например В своем блоге не поднимаю Ну, типа Я не рассказываю Там, во что Наша семья Деньги вкладывает Как мы себе пытаемся Обеспечить старость Какие-то такие вещи Знаете Вот Я думаю, что возможно Некоторые даже гадают Думают, на что мы тратим деньги Помимо всяких пылесосов За 160 тысяч Вот Они еще про увлажнитель не знают Я рассказала про увлажнитель Но он же не просто увлажнитель Он от ковида Извините меня Так что Крутая вещь Все равно как-то странно Мне пока не привычно Хочется вот так вот нести Как обычно Да не, круто Так проще Она все равно У нее, во-первых Такой мощный функционал И она более компактная Нежели просто вот это вот Нет В плане компактности Как бы прикольно Но все-таки та камера Не такая длинная Но это удобнее В сумку Как палку реально запихнул И все Оно и полегче Наверное будет Ну мне интересно Посмотреть на картинку Когда я монтировать буду А еще Да Ты посмотришь Я просто хочу этот лог Выпустить прям завтра Вот И если вдруг Люба не успеет То будет монтировать Слава Ты в рестик уже идешь? Она спит уже? Ну зачем нам идти В суперлюдный мастер? Ну нам все равно Лучше не идти сейчас Прям в рестик Ну давай погуляем Давай еще погуляем Я думаю, что интересно Еще посмотреть на переход С одной камеры на другую В одинаковых условиях Там у меня стоял свет И я просто хоп-хоп Камера поменяла Понял? Так что вот это Мне прям интересно глянуть Как придем домой Короче, я вам обещала В этом влоге Рассказать по поводу Этих самых дней Про месячные Про месячные Да не, никто ничего не поймет Короче Как вы знаете Раньше у меня Эти самые дела Были безумно болезненные До такой степени Что реально Меня могло вырвать От боли При спазмах Но это как бы Первый день обычно Был такой жесткий И раньше Если я вовремя Не выпью Обезболивающее Какое-то сильное То все Трындец И это обезболивающее Нужно выпить Еще до того Как начались Какие-то прям боли А когда ты только почувствовал Что что-то крутит тебя Я конечно же Никак вообще Не ждала Эти самые дела Хотя Вот Даша Ассистентка Моя По-моему Мы уже не работаем Она уже не моя ассистентка Буду говорить Даша фотограф Моя подружка Мы с ней тоже В очень хороших отношениях Дружим Она Жи Доула Еще и консультант По грудному вскармливанию Теперь Короче Она мне сказала Что вообще сейчас Очень часто Даже у девушек Которые кормят грудью Ребенка Прямо только грудью Без всяких там смешанных И так далее То есть Даже у них Очень быстро приходят Эти самые дела То есть уже там На второй, третий месяц После родов И что наоборот Сейчас редко Такое бывает даже Ну по крайней мере То что она слышала Довольно-таки редко Сейчас такое бывает Что сколько кормишь Столько и нет месячных Потому что есть случаи Обязательно напишите В комментариях девчонки Хотя в телеграм Тоже мы это обсуждали На меня подпишитесь Что есть девчонки Которые знаете Кормят там почти два года Например И у них все это время Нет месячных С одной стороны круто А с другой стороны Мне кажется Что все-таки Как будто бы тоже немножко Ну все-таки Не знаю Как будто бы Когда уже восстановился цикл Ты такой знаешь Что все Мой организм Он как бы все Он молодец Он снова Уже восстановился Он как бы готов Если что Ну и вообще В принципе класс С одной стороны Это я просто Когда у меня начались Эти дела Начала искать какие-то плюсы Что типа Ну у меня значит все хорошо Типа все восстановилось Организм такой молодец Отдохну маленько И опять типа можно Если что в путь Короче Первые эти самые дела У меня пришли вообще Нежданно Негаданно Получается Первый января Новый год Все классно Клево Стол такой знаете С разной едой Вкусняшками И короче Второго числа У меня что-то Живот крутит Мутит Я думаю Что за жесть Ничего не понимаю По поводу Молока Тоже Интересный такой момент У меня уже такого давно нет Потому что уже установилась Лактация Чтобы просто Хоп Типа Ну потекло молоко Такого вообще нет Я уже даже не пользуюсь Этими штуками В бюстгальтер Которые Подкладки Уже этим не пользуюсь Потому что ну просто Реально неактуально И Просто Я Мы были на даче И у меня вдруг Ну начинает молоко Идти Я такая думаю Что за дела Думаю На свежем воздухе Что ли Типа Молока как будто Больше стало То есть прилив пошел Я думаю Странно Ну ладно Живот крутит Мутит Думаю Странно Сожрала наверное Чего Знаете На новогоднем столе Короче Иду я значит В дамскую комнату И В шоке Потому что я вообще Никак не ждала 2 января Вот так начался Мой новый год Но не это самое интересное Потому что всех Хламновал вопрос Реально Всех Девчонок Потому что мы долго Много лет На моем канале Обсуждаем Будут ли болезненными Дела После родов Потому что Ходят легенды Чего только не ходят Что после родов Все типа Месячные Не болезненные Я Очень много лет Ждала Когда я рожу Чтобы узнать Правда это Или миф Так тепло Что даже рука Не замерзла Хотя наверное Лучше одеть А конечно одень А она у меня в руке Такая долгая затравочка Перед тем Как я расскажу Все таки На чем мы там Что-то Перчатки ищу Прогрев Прогрев Так и вот Девки А ну вы уже и так поняли Я узнаю О том что у меня Месячные Случайно Вот так То есть у меня Ничего не болело Кроме того Что у меня Чуть-чуть Чуть-чуть там Крутило живот И это была вообще Ерунда Я думала Что я просто Всего пожрала На новогоднем столе И типа Что-то Несварение какое-то Поняли Короче угар Так что таким образом Мы делаем вывод Хотя я все жду Вторые Эти самые дела У меня была такая история Мне кажется Они у меня же должны были прийти И мне кажется Они опаздывают Надо посмотреть по приложению Я же заново Все начала там Вводить Записывать Я наверное Дня три Или четыре назад Ждала что вот-вот Начнутся снова Эти дни Уже получается вторые У меня крутило живот И даже он немножко Знаете Немножко Побаливал Вот как при тех самых делах Но ничего не произошло Я была уверена То есть Такое знаете У меня было чувство Что ну все Началось Ну все Началось Но нет Я не знаю Что это за фигня Ого Просто миллиметр Вот я хотела Сейчас быстро Камеру отвернуть Понял А она бы куда-то Начала с ума сходить Ну потому что камера Это не такая камера Мне пришлось быстро Переключить на этом Потому что в нее Встроен Супер стабилизатор Естественно Чтобы ты У тебя все было плавненько Ты можешь кстати Отредактировать там Его работу Стабилизатора Он может быть быстрее Сейчас он просто Оптимально Для большинства видео Обычных Ага Стоит Можно сделать его Чуть-чуть резче Но опять же Ну типа Если сделать резче Значит пострадает Стабилизация Значит у тебя Видео будут Менее плавные Раньше у меня вообще Никакой стабилизации На видео не было Трэш Вообще была Ну там На канале Там какая стабилизация Ну минимальная Вообще Короче я знаете Думала что может быть Мне вообще начать Снимать на айфон Но я понимаю Что это неудобно Хотя многие блогеры Снимают на айфон И довольно таки неплохо И качество такое же И стабилизация лучше Хотела начать снимать На айфон Но поняла что Во-первых я пользуюсь Телефоном в момент Когда снимаю влоги Мне бывает он нужен Для того чтобы Что-то посмотреть Что-то зачитать Рэп например И мне как бы не хотелось Плюс бывает кто-то писает Знаете я снимаю влог И хоп такая Увидела Могу ответить И продолжить снимать А так бы мне пришлось Ставить на паузу Видео Отвечать Или звонок Знаете я что Снимаю звонок Какой-нибудь От каких-то мошенников Ну как это бывает Взял прервал бы Мне видео Вот нафиг оно мне надо Ну короче Просто я поняла Что телефон это телефон Камера это камера И плюс ко всему Даже ситуация Снимаем влог И в этот момент Например Хотим Фотографироваться на телефон Допустим я хочу Снять со стороны Как мы Фоткаемся Ну допустим Ну и как я это сделаю Никак девки Еще я Делилась В интернетах Что мы собираемся В путешествии Отдыхать на море И я пока нигде не рассказываю Куда мы собираемся И каким составом Не знаю почему Мне хочется Немножко интригу Подержать Короче мы собираемся В большое супер-пупер Путешествие На море В теплые края Совсем скоро В марте Представляете Вот И мне конечно не терпится А еще В феврале Я для вас собираюсь Снять влог с дачи С той дачи Куда мы не ездим сейчас Потому что там Ныщи Ну не Может мышей там и нет Но вот так вот Приезжать туда Ночевать Мы там не остаемся Потому что Во-первых было холодно И Короче там Надо такой капитальный ремонт Делать Просто жесть И я очень надеюсь Тоже что в этом году Мы сможем Хотя бы начать Хоть что-то сделать Потому что там надо Просто снимать все И наконец-то Снимем вот эту Стремную вагонку внутри С одной стороны Мне не хочется Менять дом изнутри Потому что Это такая ностальгия Все там так Как было при дедушке Но с другой стороны Мне хочется там Комфортно жить Проводить там Время с ребенком В том числе Поэтому Ну никуда не деться По крайней мере Лучше сделать ремонт Чем продать Такое воспоминание Как дачу Просто У меня в один момент Так все надоело Что я хотела продать Хотя знаете Я сейчас так давно там не была Поэтому Такая думаю Не, не буду продавать Типа такая память И тем более Если самим сейчас Что-то строить Ну как бы Это очень дорого Будет просто Капец Вот даже у нас В плане ремонта В квартире Где-то на миллион Дороже Выходит Из-за того Что материалы Подорожали Заложено в районе Миллиона На материалы Ага А сейчас вышло Миллион триста А, то есть на триста Дороже А Тогда всего-то копейки Тогда строим дома Да нет Конечно не копейки Все равно Ну как бы От этого ты никогда Не застрахован Поэтому У нас вообще В принципе Ремонт получается дороже Чем мы изначально Рассчитывали Но даже не потому Что материалы дороже А просто потому Что в процессе Мы решили выбирать Какие-то Даже Не знаю Типа двери дороже Решили сделать Что у нас Входная дверь Должна была стоить Ну типа Там сто пятьдесят тысяч А мы решили Взять дверь Блин Ну ладно Я уже это озвучивала Кстати Я это рассказала Во влоге На Рутюбе Там мы показали Нашу новую машину Я рассказывала Тоже на Рутюбе Что мы ее купили За семь миллионов Трэш Вы наверное думаете Просто про одни бабки У меня разговор Ну так уж выходит Что у нас были Такие серьезные Классные покупки Которыми хочется Поделиться Просто чтобы Даже кто-то порадовался Так мы пришли В ресторан Так что Заходим Сейчас нам надо Раздеться Вот так вот Я выгляжу Со стороны Что-то Анютка Лежит на нас Смотрит Странная девчинка Она лежит спокойно Не знаю что Думать о ней Просто она лежит И все Надо тогда С нее шапку стянуть Раз такая пляска Сними шапку Саня Вот Анютка Пришла в ресторан Опа Вот так вот Анюточка Нифига не посвала Возможно Сейчас нам еще Кушать не даст Маленький Беспокойный Маляшок Сейчас я достану Тебе что-то Гукс Так вот По поводу Влога на ютубе Посмотрите обязательно Потому что Мы там показали Новую машину Прям обзор Сделали классный Очень интересный Насыщенный влог Я там прочитала Много таких Позитивных комментариев Что как здорово Юль Что вы Ну как раз Влог такой Не домашний Что вы не сидите дома У вас там целая движуха У нас там и шопинг И в квартиру приехали Показали Что там да как там Какие уже дела Выполнены Показали Какой у нас будет Пол в квартире Инженерная доска Цвет Все короче Рассказала Сколько уже денег Потратили на ремонт Так что думаю Вам прям должно быть Интересно Глянуть Так что вот Посмотрите на резку И ссылку оставила В описании К этому влогу Ну короче В описании Так что смотрите В нашей жизни Произошла Грандиозная Покупка Нойки Большой Автомобиль Так мечтаю Вообще Скорее Мы планируем Семейное путешествие Большое Слава вообще Он говорит Пошли завтра Погнали Панорама Посмотрите какая Вообще Уже совсем скоро Я буду ездить Только с розовым На первом месте Должен быть муж А ребенок там На втором месте Эта машина Нам обошлась В 7 миллионов 100 тысяч Стекло Красивое Мы заживем Девки Уже не едет Сколько денег Мы уже потратили На ремонт квартиры Конкретно ты Супер мамаша То скачок роста То регрессна То зубки Сейчас я впервые Поведу этот автомобиль У меня ребенок Все равно на первом месте Впервее меня Прям такое желание Лютое погонять Здесь у нас гардеробная Девки Как будто первый раз За рулем вообще Когда постоянно нужно Ребенка развлекать Чем-то Конечно Такой немножко Поработать со стилистом Точно мне кажется Мне надо Волнительно Реально Я бы очень рада Когда мы со Славой Вдвоем Валим-валим На аудюшечке У нас Анютка Периодически спит Одна в детском Представляете Он начал пищать Как будто бы Я сейчас вот-вот Уже в стенку грежусь А там еще дофига места Я думаю Да что такое Если бы не наша с тобой Любовь У нас бы не было Анютки Это что за красота Лежит Вот так будешь на море лежать? Очень круто, малыш Так, ребят Нам принесли еду Вот такой вот шашлык Картошка А, с волосиком уже съели Так что сейчас будем сидеть кушать А еще Анюточка Не знаю, чего хочет Может быть, эту камеру хочет Да Стабилизация, конечно, класс Я сейчас без микрофона Заодно будем слушать дома И на монтаже Хотя, наверное, на монтаже Это вообще трэш Каша такая будет То так, то сяк Ну, извините Короче, мы после ресторана В ресторане нам принесли еду Мы очень быстро ели Потому что Аня начала Прям капризничать Сначала я ее укачивала В коляске Слава ел Потом Хэлл поел Он ее укачивал Но она уже практически Может, я спала Я ела Потом мы переживать Начали, что ей жарко Потому что я сразу на нее Одела шапку Так, как знала Что мы сейчас заедим И быстренько пойдем дальше гулять Если она уснет То я не смогу нормально Одеть шапку Не разбудив Ну, короче, так Головняк Вот так Весь интернет упал Весь интернет упал? Почему? Ну, сейчас не зайти Поэтому у меня не получалось Чаевые оставить в официант Ты так и не смог? Не Сбербанк не работает Он думает, что мы решили это Не Большинство сервисов Которые в .ру домен Не открываются Там какой-то бой произошел Капец Блин, ну, конечно Я выгляжу очень смешно Как гном Ну, и ладно Так вот Мы погуляли По райончику Слава взял себе кофе Я уже не стала брать Никакой кофе сегодня Вообще Я так Мне кажется Слишком много пью кофе Для кормящей матери Ну, мне хотелось Ну, не Я в первой половине дня Просто могу выпить Два кофе Да не Полтора Может Два слишком Уж много Я обычно не допиваю Не знаю Зачем столько кофе А, ну, блин Если бы мне этот кофе Я бы, наверное, вообще Закачала Я так спать хочу Ну, ничего Это все ерунда Это просто ад какой-то Как же я ненавижу Вот этих вот Всех, кто на своих Вонючих тачках Пердит Реально бесит Если кто-то Если кто-то сейчас смотрит Кто как раз любит Вот это вот Типа погоняется Звучком вот таким Люди даже специально Ставят приборы Я знаю Типа вы что думаете Вы от этого круче, что ли Вас, блядь, никто не любит Реально Типа кому это понравится Это не понравится Ни Никому Особенно, блин, мамочкам У которых дети в коляске спят Да и просто Это бывает Пугает Бывает Знаете Ну, мимо светофора Проходишь Где стоят машины И просто Машина газует И вот этот звук Обосраться можно Реально Короче Мы со Славой обсуждали Ну, к слову Можно сказать Во дворе у нас есть Несколько байкеров Мотоциклистов Которые летом Ну, гоняют на байках И Да Они настолько громкие Что Они просто уделают По громкости Там любую систему Которая стоит на абсолютно Любой тачке БМВ Там, Ауди Вообще Они невероятно громкие Когда они, короче, заводятся Целый дом, короче, начинает вибрировать Ну, их несколько, понятно И это И Они, короче, ночью Когда выезжают Они специально Ну, типа Выезжают заглушенные Чтобы никого не разбудить Да Мы видели пару раз Ну, и я слышала Как они не выезжали заглушенные Заботясь о соседях Другое Знаешь, одно дело Когда у тебя реально Такая машина мощная Громкая Крутая Дорогая А другое дело Когда ты просто, блядь На ладу ставишь Какой-то громкий Да какая разница У нас что Не крутая, не дорогая машина Она же так не пердит Как придурочная Я вообще не понимаю Я считаю, что такие пердушки Это нормально Вот на гонках Куда вот Гоночная машина Там, типа, понятно Почему Ну, да А в городе мешаешь Обычным гражданам Ну, с другой стороны Чё ты будешь Ты же никак это не остановишь Чтобы не было такой фигни И ничего не пердела Да, городская жизнь В этом, конечно, минус Лучше жить в своем доме Из этих соображений Ну, как там, интересно, я выгляжу Дома посмотрим Что мы там наснимали Может, вообще, кажется У нас ничего не записалось Потому что у меня флешка Какая-то древняя Да не, все нормально Со скоростью, типа, не вау Да не, должно все нормально Блин, это новые флешки Помнишь, мы покупали с тобой? Уже Анютка родилась Этим флешкам даже полгода нет Для этого прибора Нужны специализированные флешки Странно Я просто не вникал в этот вопрос Надо посмотреть А еще интересно Если один микрофон у меня То, получается, остальных не слышно Это надо либо без микрофона И на другие микрофоны записывать Для большей красотищи Получается, в комплекте сюда шел микрофон А к обычному пакету не идет микрофон Только камера, да? Не знаю Надо глянуть Получается, обычная с камерой только 80 тысяч стоит У нас есть еще два таких микрофона Я думаю, что они спокойно подцепляются К этому, ты думаешь? И все три, типа, например, записывать? Я думаю, да Я думаю, такое возможно Ну, интересно Вообще интересно Блин, ну я надеюсь, что все прям круто получится Ну, то, что мы сейчас снимаем И по звуку, и улет Единственный минус То, что она такая длинная Я же свою влогу в обычной машине классно ставлю И от, получается, типа, бампер Как-то внутри, в салоне От торпеды до стекла лобового Ну, там же небольшое уж количество пространства Куда можно поставить камеру И вот ту камеру с штативом я могла установить удобно А эта ни хрена не встанет, мне кажется Ну как, нравится эта игрушка? Да А Слава думал, что я другую камеру закажу Ты думал, что я Sony закажу? Ну, мы просто смотрели другие камеры И за место Кэнона И был хороший вариант Sony Ну, она решила вот взять эту космос Но это все равно разные приборы Потому что... Да Все равно вот этот суперкомпактный, удобный Ну, это прям блогерская тема Но на тот фотик можно было бы еще фоткаться, кстати Ну, да Но мы этого никогда не делаем Хотя я вот иногда думаю, что прикольно Там же тоже и вспышка И немножко такая атмосфера какая-то Какой смысл фотик брать для фото? Ведь есть телефон Ну, да Классный снял? Хорошая стабилизация Короче, я сделала, чтобы он следил за мной За моим лицом Блин, прикольно Конечно, удобно Слушай-ка Очень удобно Короче, мы пришли домой Я все это перекинула То, что мы снимали на ком Чтобы посмотреть какую-то разницу Разница, конечно, есть С микрофоном вообще улета Казалось, что микрофон работает Как только ты включаешь камеру Если включен микрофон Теперь должен работать Вот только сейчас включила микрофон Короче, решила потестить Когда он следит за твоим лицом Давайте с разбегу сейчас убежать О, молодец Блин, ну это реально круто, конечно Такое Следить за мной будешь, значит, да Ладно, я просто играю с новой камерой И вам показываю фишки этой камеры В целом прикольно Мы перекинули все на комп Посмотреть разницу И что-то по цвету Не хватает мне какого-то контраста Если сравнивать с вот этой камерой Вот кому интересно Вот такая камера у меня была У нас вообще две такие камеры Одна Слава, одна моя Это, кстати, Славина У меня тут даже подписано И я почему снимала последнее время На камеру Слава Потому что другая камера Я ее чаще использовала Я думала, что если я поменяю камеры Типа эту меньше мы использовали То, может быть, качество будет лучше Звук будет лучше Потому что, сами знаете, бывает такое Что когда долго используешь Все равно что-то там стирается Какие-то матрицы, не матрицы Не знаю Вот, но, короче, особо ничего не изменилось Единственное, что я поменяла режим На этой камере И как будто лучше все-таки стало По картинке даже Вот, и вот такой вот у меня штатив Супер старый Не знаю, как это показать Он за мной следит Супер старый Весь такой потертый Знаете, прям антиквариат Я очень, конечно, эту камеру люблю И этот штатив И я всегда вот с этой камерой Как ходила Я уже к этому привыкла Вот так вот Сейчас То есть вот так всегда ходила Видите? Вот эту штуку вытянула Вот так вот идешь Вот А тут, получается, она тупо вот так вот Я, получается, хожу всегда Должна вот так ходить А мне хочется Как будто бы вот Короче, не знаю Есть какая-то разница То есть, получается Эту я могла сделать дальше Как будто бы Ну да, ну в общем, ладно Это Не суть Просто нужно привыкнуть Потому что Новая камера Я еще не привыкла к ней В принципе И к этой картинке не привыкла Мне девчонки советовали Кучу разных других вариантов Аналогов И от Керхер И, по-моему, Дримми бренд тоже Стоит прям сильно дешевле А девчонки писали прям суперозовый Что вообще бомба Пушка Такой тоже советовали Но это такой Недешевый вариант Но он типа классный Тут всякие суперфункции Тоже типа от ковина Такое, знаете Короче, как он работает Короче, включаем Выбираем влажную уборку И вот так вот просто ходим Он моет Сюда еще нужно докупать Специальную жидкость Сегодня мне здесь сделали массаж И, бывает, остаются следы от рук Типа в масле, например, в креме Короче, тут есть Сзади Я сейчас вам поближе покажу Такая емкость Для специальной моющей жидкости То есть просто Залить туда Я не знаю, чем вы моете Каким-нибудь мистером пропером Например, как я тоже Ну, у нас есть дома, понятно, всех Для пола, что-то такое Не прокатит Сюда нужна специальная жидкость И один покончик этой жидкости Стоит 2,5 тысячи Вот А, кстати, вот они стоят Тоже сейчас покажу Тут есть пар А, так вот, что включить жидкость Меняешь индикатор Что-то включаешь И он начинает подавать жидкость Вот эту моющую А так просто получается Ты водой ходишь, моешь У нас сегодня вообще уборка была Но для того, чтобы показать Тут есть также сухая уборка У этого аппарата И есть еще пар Сейчас он паром моет Я его выключила Сейчас я его поставлю И он начнет сушиться Потому что там щетка И так, значит, показываю Вот здесь есть такая емкость И сюда нужно заливать жидкость Она довольно-таки медленно расходуется То есть, грубо говоря, вот, например, вчера я мыла полы Полностью во всей квартире С жидкостью И вот сколько ушло Но я не знаю, сколько раз То есть, в принципе, не везде нужно Прямо с этой жидкостью Мне кажется Ну, хрен знает В любом случае У нас дома как бы чисто Но суть не в этом Суть в том Что бывает где-то, где грязно Он прям начинает показывать Что у вас тут как бы трэш И начинает сильно гореть индикатор грязности Сейчас покажу Короче, вот, видите Здесь синяя такая полоска И если грязно Оно показывает красным И я вчера пылесосила там, где у Вивы нашей собачки туалет И там прям красным было И он, знаете, прям ускорился Начал сильно фигачить мыть Потому что там, видимо, трэш Все мыло Хотя Мы там тоже моем полы Ну, как бы все Я там прям долго стояла Все мыло С этим Вот, я его поставила на его зарядную станцию И он начал, короче, сушиться Что у нас тут интересно На балконе сейчас покажу У нас тут на балконе стоит новенькая коляска Сейчас тоже думаю, может, вам ее покажу Сделал на нее обзорчик Ну, вообще, такой прям супер-классный обзор С красивым видео Хотела бы снять к себе брилсу Вот А, ну и все Видите, пол достаточно быстро высыхает Потому что он прям как следует жидкость тратит Сейчас вам покажу колясочку Такая вот у нас тут колясочка Анюткина Прикольная довольно-таки Тоже сайбекс Заказывали также у мамы Жанны Магазин Вот, мы и черную коляску основную Которую сейчас пользуемся Тоже заказывали у них Вот, мы ее заказали как раз для поездки нашей И бампер тоже отдельно Надо заказывать для этих супер-пупер-классных колясок Я знаю, мне бывает пишут, типа, блин, столько стоит коляска Еще отдельно что-то заказывать надо Я с вами согласна полностью Ну, такие правила у всех У всех свои правила Тут есть такой вот, куда положить Вот таким образом регулируется То есть кнопку нажимаешь И она становится прям лежачей полностью Сейчас посмотрим До конца я сделала, нет Нет, я, видимо, не до конца сделала Ну, ничего страшного Короче, она раскладывается полностью в лежащее положение И малыш сможет спать Удобно Вот, ну, мне нравится Она очень удобная, поворотливая Вообще, в принципе, мне нравятся коляски Cybox Мне есть с чем сравнивать Они мне нравятся внешне Ну, и самое главное, помимо внешности Это их шасси вот эти Потому что, ну, реально хорошие Очень поворотливая, классная коляска Маневренная И мы, как бы, довольны Мне нравится, что ее можно прям вот так крутить классно Все колеса супер-пупер крутятся Она очень легкая Единственное, что, в чем минус Это, чтобы собрать обратно все Представим, что тут сидит ребенок И собрать вместе с ребенком Который весит, ну, как бы Восемь с половиной килограмм Точно А к моменту, когда мы поедем отдыхать Еще побольше, наверное То, конечно, ну, тяжеловато Но плюс этой коляски И смысл вообще в том, что она Очень классно складывается Но, по-моему, нужно для этого снимать бампер Что является тоже минусом Или, может, его как-то можно покрутить тут Я еще спрошу у Жанны Вот, потому что она как раз много советовала нам тоже И по поводу прошлой коляски Ну, короче, суть в том, что она классно складывается Прям в такую маленькую сумочку И ее можно взять с собой в самолет Прямо в салон Это нам тоже было надо Минус, что она не поворачивается к себе У Cybex есть модели, которые поворачиваются лицом к маме Но я подумала, у нас вот для этой черной коляски Есть прогулочный блок Вот этот Который поворачивается лицом к маме Ну, как бы пофиг Я просто хотела, чтобы она была белая Потому что как раз летом на море Ну, самое то Плюс Анютка уже такая взрослая Ну, что ей постоянно смотреть на меня Ей захочется смотреть уже на этот На мир Так что такая коляска Мы уже Анютку здесь катали По дому, правда, только Потому что на улице зима Но, правда, уже весной пахнет прям Так что жду очень у меня весеннее настроение Даже вот шоппинг собираюсь сделать Большой классный шоппинг Тоже вам покажу Буду показывать луки, которые собрали Так что мы вдохновлены Весной предстоящей И вот так вот, кстати, вылезет жидкость Для пылесоса Такая вот Тут 30% воды Какая-то Какие-то вещества Ароматизатор Гороче, чего-то тут Чего только нет Ладно Все понятно В общем, даже не знаю, что вам еще показать Рассказать в этом влоге У меня еще на том балконе Лежит огромная посылка вещей Аниных Которые тоже я хотела сделать распаковку Но уже в следующем влоге Потому что, мне кажется, в этом влоге достаточно распаковок И показывать что-то Вот, не знаю Надеюсь, что вам было интересно Я понимаю, что Не знаю вообще, чего вы ждете Знаете, бывает Показываешь активность Какую-то движуху Говорят, не хватает распаковок Показываешь, типа, распаковки Не хватает движухи Ну, короче, постаралась И движуху показать И поболтать И распаковку сделать Была у меня распаковка Ну да, блин, камеру протестировали Прикольно, мне кажется Хорошая такая Это самое Для влога Идейка Так что, в любом случае Надеюсь, что вам понравился этот влог Пишите комментарии Как вам новая камера Как вам качество Клево, не клево Скучайте по старому Непривычно Мне самой пока непривычно Непонятно Я еще не супер-пупер Владею этой камерой Потому что сегодня Первый раз на нее снимаю Вообще Но Я надеюсь Что это все-таки Хорошая была идея Взять именно такую камеру Вот Пока мне, конечно Непривычно Тут такой маленький экран Ну-ка, если приблизить Так вот она снимает Уже как будто бы Типа не фишай И попривычнее стало Видите Вот так вот отдалим Ого Нет, все равно она лучше Чем моя старая Конечно Тут Даже нечего обсуждать Вот В общем, спасибо большое Что смотрели этот влог Я пошла купать ребенка Сама мыться Отдыхать И Кайфовать Вот Потому что я Что-то, блин Хотя мне тут недавно писали Тоже Юль, я вижу, что ты устала Тебе нужно срочно няню Нет Я не устала Просто бывает Вот реально Один какой-то день Такой морально От чего-то устаешь Но в целом все супер Блин, у нас как будто Люстра кривая Висит Не нравится мне это Прям вообще Что-то какой-то трэш Я просто сейчас Оттуда заметила Издалека Что она так Висит Прям Ладно Разберемся с этим Позже Всех люблю Целую Обнимаю Кстати, сейчас будет уже февраль Можно елку разбирать Я думаю, мы дождемся Старого Нового года И разберем Всех люблю Целую Обнимаю Будете счастливы Здорово Оставляйте комментарии Все буду читать Подписывайтесь на мои соцсети Ссылки в описании Смотрите Мои новые видео На Рутюбе Тоже ссылки оставила В описании Подпишитесь на мой Рутюб канал Буду вам очень-очень Благодарна Ваша поддержка Для меня важна Я, мне кажется Редко вас о чем-то прошу Вот тут прям прошу Буду прям Супер признательна Вот Потому что, конечно Меня это супер-пупер Вдохновляет На то Чтобы стараться Снимать классные Интересные видео И просто Быть Позитивчиком Всех люблю Всем пока Продолжение следует